Свою коллекцию Владимир Ленивый собирал 40 лет. Недавно решил открыть музей и выставить богатство на полке. Взять вот эту коробочку, мне принесли их две, и одну уже своровали. Я просто показывал, он не за стеклом. С какого коробочка началась коллекция, Владимир уже и не помнит. Говорит, когда в стране было 12 заводов по производству спичек, едва ли не каждый собирал коробочки. Или этикетки. Тогда они легко отклеивались. Сейчас таких не выпускают. Видите, кордонный коробок. Он пропечатан, свернутый, склеен и все. Уже этикетка напечатана. Так что будущее этикетки ушло. Часть экспоната Владимир купил в магазинах. Часть выменял, некоторые приобрел на блошиных рынках. Этому альбому с этикетками не меньше полувека. Сколько заплатил за него, Владимир не признается. Да, ну, это жена узнает и будет ругаться, если я скажу. В советское время этикетки на спичечных коробках были не только красивы, но и полезны. Например, модницы могли по ним выбрать фасон нового платья. В коллекции Владимира есть этикетки с пейзажами, сказочными персонажами, городами и политиками. Владимир уверен, его экспонаты могут запросто заменить учебники по географии и истории. Это знаменитые харьковчане все. Те, которые полхарькова не знают. Безодубова наши, Никодим, Муллерман. Показать экспонаты своего музея Владимир ленивый готов всем желающим. Плата за вход символическая. Коробок спичек. Инна Жмот, Алексей Жучков, Медиагруппа «Объектив».